Вопрос телезрителей. Абсолютно, согласен. Ну хорошо, я думаю, с лицевой частью достаточно. Пойдём посмотрим другую часть. Давай попробуем разобраться, что заставляет этот микроавтобус ехать. Давай. Ищи там красную ручку. Да. Отлично. Открылся. Красная ручка чёрного цвета. Так. Следующий. Тут же горячий. Где-то есть. Ой! Слушай, что-то хоть тяжёлый-то. А, у него нету этой... У него нету этой, есть палочка. Цилиндрик. Да. Гидроцилиндр. Всё по-простому тут. А где мотор-то? Мотор упрятан вот там, вот он примерно здесь начинается, а заканчивается в салоне. Ага. Вот этот колпак, который выпирает, это и есть, в общем, двигатель. Подожди, а я что, на камере в моторе сижу? Ну, ноги у нас с тобой, когда мы сидим впереди, дальше, чем кончается мотор. То есть у нас ноги на уровне двигателя. И, ну, по этому понятно становится, что мотор сильно упрятан внутри машины. То есть его, в общем, даже и не очень видно. Поэтому большинство процедур с мотором делается только по частичной разборке. Вот этого, вот этого. Кошмар. Но зато при ударе мы не рискуем, что мотор въедет в кабину, потому что он и так там. Да, конечно. Он въедет в кузов дальше. Он выйдет из машины и поедет дальше уже. Что здесь необычного под капотом? Ну, необычно то, что воздушный фильтр расположен над двигателем. Вот он, на нём как раз написано, крупный Mercedes-Benz. Мотор начинает... Что в переводе означает воздушный фильтр. Да, под ним. Необычная заливная горловина масляная. Она вот рядом с тобой. На ней масленка нарисована. Здесь есть масляный щуп, хотя он дублирован там показателем. И есть, конечно, место для прикуривания. Вот оно. А сколько лошадиных сил умещается в этом моторе? В этом моторе 150. А какие еще бывают двигатели? Бывает такой же двигатель с меньшей мощностью. Там 100-150 сил. А это дизель или турбодизель? Это турбодизель. Вот тоже хорошо здесь видны на турбину патрубки и с неё. Ну что же, Евгений, большое тебе спасибо за такой подробный рассказ про двигатель. Я уверен, что наши зрители вынесли из него много интересного. А многие пишут тебе уже благодарственные письма. Давай закроем капот и поедем изучать другие характеристики. Да, цилиндрик бы здесь не помешал. И вот показался огромный, властнящийся бок Мерседеса Виана. Что мы здесь видим, Евгений? Расскажи, пожалуйста, слепому мне. Ну, прежде всего, мы, собственно говоря, видим весь этот бок, по которому можно оценить, насколько он велик и просторен внутри. Такая большая поверхность. Идешь вдоль него долго. Ну, есть любопытные детали. Но прежде всего, вот со второго поколения этих Мерседесов поворотник переехал в зеркало. Вот он здесь, видишь, есть. А был где? А был где-то в крыле. Да, ну, где-то там был. Вот, как бы, это отличительная особенность. Вторая прикольная вещь, это то, что для того, чтобы попасть в бензобак, нужно открыть дверь. Вот так вот. После этого только можно распахнуть крышку. Можно даже дверь закрыть. И потом откручивать. Здесь, кстати, написано на предупреждении, что заправлять полным только после того, как выключить отопитель. Дальше мы можем увидеть вот эту сдвижную дверь, которая опционная, потому что правая дверь есть у любого автомобиля, а вот эта левая дверь, которая двигается, это опция. Большое окно. И вот это, по сути дела, форточка, которая открывается электромоторчиком сзади с возможностью вентилировать внутреннее пространство. Ну и, конечно, нельзя не сказать пару ласковых слов о колесах. Низкопрофильная резина во всей своей красе. 17-дюймовая. Ну вот неужели нельзя поставить чуть побольше? От нее же будет еще комфортнее. Знаешь, ну, я, наверное, с тобой даже не соглашусь. Мне кажется, что вот такого профиля колеса для такого автомобиля нормально. Это не супернизкопрофильная, потому что низкопрофильная резина бывает в полтора раза меньше по размеру. Конечно, возможно, сюда поставить диски меньшего диаметра и колеса более мягкие. Но нужно ли просто? Тогда он, понимаешь, высокий и широкий автомобиль всегда плохо управляется просто из-за того, что у него высокий центр тяжести. Признаю свою ошибку. Колеса великолепные. Но я подозреваю, что мы еще не все увидели в этом автомобиле. Пойдем. Пойдем посмотрим. Пойдем. Он создан, чтобы возить пассажиров, чтобы пассажирам там сзади было хорошо. Но до чего же он удобен в управлении? До чего же тут комфортно? До чего же тут замечательно? Дорогу он держит идеально. Ну, ты хочешь сказать об эластичности подвески, да? Вот, вот, эластичность подвески. Именно это я хочу сказать. Наверное, да. Как на волнах вот покачиваешься, да? То есть на волнах ты покачиваешься, если дорога покрыта буграми, неровностями, ямами. А если дорога ровная, как стол, то ты едешь тоже прямолинейно и поступать. В общем, очень удобно. Ну, естественно, да, наша с тобой любимая тракторная посадка. Руль тут такой большой, такой удобный. Кстати, вот, казалось бы, да, немножко станковат, но вообще нормально. То есть хорошо, приятно хвататься, держаться. Вот. Ну, и рулится, конечно, идеально. Ну, наверное, чтобы добавить хоть немного негатива, которого постоянно не хватает нашим недовершимым зрителям, я расскажу, что заднее зеркало, вид, в общем, неплохой, но, в общем, тут оно само по себе узковато. То есть, если бы оно было чуть пошире, по вертикали, то в него была бы видна большая часть заднего стекла, потому что заднее стекло позволяет. Но зато здесь очень хороший обзор боковых зеркала. То есть они хоть и небольшие, но из-за того, что они такие сферические, в них видно абсолютно всё, что нужно. Вот смотри, что касается зеркал, в таких автомобилях, которые имеют какую-то коммерческую направленность, нужно всегда понимать, что среднее зеркало в таких машинах, как правило, либо не используется вовсе, если это грузовик, либо используется, ну, значительно меньше, чем в легковом привычном тебе автомобиле, или даже в джипе. Именно поэтому здесь такие выступающие панорамные внешние зеркала и скромные внутренние. Оно здесь вторично. Человек, садящийся за руль, вот в коммерческом автомобиле про внутреннее зеркало, ну, практически должен забыть. Здесь, на мой взгляд, присутствует только один недостаток, который присущ вообще всем дизельным машинам. На холостом ходу ощущается вибрация дизельная, звука нет, но есть вот легкая вибрация. Но, опять же, повторюсь, это обычное дело как для коммерческой техники, так и вообще для всех дизельных машин. В остальном, на мой взгляд, идеально с шумоподавлением. Зато экономит топливо, зато вот он, судя по спидометру, ест там 13,9 литров на сотню. Ну, это в городе, я думаю, что на трассе, может быть, даже и будет меньше. На трассе меньше, да, но я так понимаю, что он же до этого по городу бегал, попал в наши цепки и лапки. Да, и, кстати, отдельный респект инженерам Мерседеса за удобнейший рычаг переключения передач. Ты знаешь, вот когда рука у тебя просто лежит на подлокотнике, да, то этот самый, как его, ладонь у тебя автоматически ложится на этот, как его зовут, на переключатель. Вот, и, ну, просто вот он настолько под рукой, что даже, ну, удобнее не представить. Вот этот селектор, это гордость мерседесская, ну, похожие решения теперь уже стали у многих минивэнов и там микроавтобусов и даже автобусов. Это вот, на мой взгляд, действительно очень удобная вещь, но здесь автомат, может быть, ты им там не слишком часто пользуешься, да, включил и поехал. Но даже на таком же автомобиле с механикой действительно эргономика очень удобная. Рычага, место удобное и правильное решение согласен с тобой абсолютно. Был гражданный тест радиочасти. Да. Ну, что здесь видно? Помимо того, что здесь как раз надпись о том, что автомобиль полноприводный, вот этот фирматик, в общем, здесь нет чего-то такого сногсшибательного, кроме вот таких деталей, которые между бампером и фонарем. Вот можно посмотреть, вот этот элемент, это не крыло, это сменная деталька, которую легко поменять, если вдруг, не дай бог, удар сзади. Для того сделано, чтобы не менять всю боковину автомобиля. Слушай, отличная идея. Почему бы вообще не делать автомобили, состоящие из таких маленьких кусочков? То есть, тебе куда-то попали, ты просто меняешь сегменты, мозаики, но все остальное, целое, все мешает. Ну, потому что некоторые кусочки, это силовые части кузова. Трудно построить автомобиль вот из таких кусочков. Ну, конечно, все самое интересное внутри, поэтому открываем эту внушительную крышку, которая становится крышей над нами. И мы видим здесь, собственно говоря, то, что называется багажником, хотя вот для минивэна, для такого автомобиля, для микроавтобуса, само все понятие багажника весьма относительно. Здесь багажник такой, как сделаешь. Можно двигать сиденье третьего ряда вперед-назад и менять объем, вот дернув за крючок, можно вот... То есть, если все чемоданы сзади не влезут, то можно прямо все подумать. Можно слегка потеснить пассажиров. Можно снять вообще сиденье третьего ряда и второго ряда, организовать огромный багажный отсек. Можно здесь оставить частично какое-нибудь сиденье спереди и впереди организовать багажный отсек. То есть, вариантов организации такого места здесь масса. Согласен. Слушай, а вот там посередине салона какая-то тумба стоит. Она для чего? Пойдем покажу тебе очень интересную вещь, которая стоит посереди салона. Пойдем. Так. Интересно. Собственно говоря, это столик, который, ну, во-первых, его тоже можно снять, как и все в задней части салона, да, чтобы освободить пол. Он двигается. Вот здесь есть один фиксатор, здесь с другой стороны есть еще. Его можно додвинуть даже сюда. Дальше, после нажатия кнопки, он вот так поднимается и... Прямо трансформер. Раскладывается. Здорово. Получается... Соответственно, можно с теми парнями тут что-нибудь это... Можно подрегулировать к себе поближе, чтобы было удобно. Да, тогда им будет неудобно. Ну да. Ты им тоже подвинь, чтобы им тоже... Можно подвинуться, можно подвинуться к ним поближе, естественно. Так, а домино он выдержит? Я думаю, что он, да, выдержит, конечно. Ну, он не рассчитан на то, что что-то тяжелое, но перекусить вполне можно в пятером за этим столом. Для бутылки есть, в общем, все, что хочешь. Придумаешь же. Так, складываем обратно и задвигаем. Убирается, становится компактный такой подлокотник. Здорово. Ну, пойдем. Ну, пойдем. Ну что, здорово все придумали немецкие парни? Здорово, но, правда, испанские парни, потому что производится этот автомобиль на испанском заводе в городе Виктория. Ну, придумали-то, наверное, все-таки немцы. Но придумали немецкие. Ну и отлично. Пойдем. Пойдем. Ну, пару слов скажу о технике, да. Это, что нас везет и на чем мы едем. В первую очередь, мотор 2,2 литра турбодизель мощностью 150 сил. Собственно говоря, на этих машинах возможны два вида мотора. Бензиновый и дизельный. Каждая из них двух мощностей. Бензиновый бывает одного и того же объема, двух мощностей и дизельный. Вот это самый мощный дизель, который здесь возможен. К нему пристыкована автоматическая коробка передач. И как опция здесь полный привод. Этот автомобиль заднеприводный, то есть он классической компоновки. У него мотор спереди, продольно расположен и дальше коробка. И основной привод на задний мост. Ну, вернее, на задние колеса. Моста там нет. Бывает вариант полноприводный. Вот это Firmatic, полноприводный Mercedes. Здесь привод еще и на передние колеса. Что дает ему, конечно, замечательную способность ездить по скользкой поверхности, по скользкому асфальту зимой. И даже съезжать на бездорожье. Потому что на этих автомобилях компания Mercedes регулярно проводит такие туры по условному внедорожью. Это, конечно, не джип в полную силу. Но думаю, что мы сегодня вполне даже протестируем этот автомобиль на таком, на неплохом внедорожье. То есть ехать на природу на нем можно? Легко. Подвеска у этого автомобиля рычажная. И впереди и сзади поперечные рычаги. Независимая подвеска, естественно. Которая дает возможность нам вот так плавно ехать. И которая сочетает отличную управляемость на высокой скорости с комфортом. Как опция на некоторых моделях и на люксовой версии вот этого Vianna. Штатно устанавливается пневмоподвеска сзади. Здесь у нас пружинная подвеска. Вообще бывает пневмоподвеска, которая меняет свою жесткость в зависимости от нагрузки. Оставляя неизменным дорожный просвет. Конечно, отдельного восхищения заслуживает разгонная динамика этого автомобиля. Разгоняется он, ну, как, не знаю, как какая-нибудь нормальная легковушка с хорошим двигателем. То есть ты вообще не чувствуешь, что у тебя тут вместе с тобой ездит целый большой микроавтобус. Ну, конечно, потому что совершенно правильное сочетание тиговитого трубы дизеля с автоматической коробкой дает вот это ощущение тяги одинаковой всегда при любой нагрузке. Это понятно. Скажи пару слов о маневренности этого автомобиля. Маневренность у него фантастическая. Она такая же фантастическая, как и разгонная динамика. То есть просто удивительно, как шустро можно ездить на микроавтобусе. Я думаю, что Виана в этом плане опрокидывает все наши представления о микроавтобусах и поднимает их на недосягаемую высоту. Я бы так сказал. Но, конечно, конечно, справедливости ради я должен отметить, что это первый микроавтобус, который мы тестируем. Поэтому я допускаю, что у других брендов тоже есть достаточно удачные решения. Просто мы на них пока что не ездили. Просто мы это взяли первым и оно нам первое очень нравится. А теперь, Евгений, возьми краску кисточки. Нет, вернее, кисточку и краски. И нарисуй, пожалуйста, буквально в несколько мазков портрет потребителя. Ты знаешь, да, нарисую. Причем сделать это не так сложно, как кажется. Но это будет два портрета на самом деле. Потому что история такого автомобиля даже у нас в стране, уже не говоря о Европе, где минивэн очень востребован, это история двоякая. С одной стороны, я все время говорю, коммерческий автомобиль, да, хотя вроде бы это легковой автомобиль, но вот он как раз стоит на той границе автомобилей коммерческих и общепользовательских. И вследствие этого ситуация выглядит так. Какая-то часть клиентов, это, ну, даже, наверное, большая часть клиентов, это предприятия, организации, какие-то фирмы, которые покупают эти машины, либо арендуют. Это, может быть, даже передвижной офис, как бы это ни выглядело смешно. В свое время даже такая статья была про этот автомобиль, как про передвижной офис, потому что есть такая версия, насыщена специально офисными удобствами, что ли, да, такими комфортными. Поэтому один из портретов, один из двух портретов, это, ну, скажем так, фирма, бизнес. А вторая часть этого портрета, то есть второй портрет, это все-таки частный автомобиль в своих руках, потому что, ну, например, существует версия, по сути дела, кемпера из этого автомобиля с поднимающейся крышей. Само собой, что масса компаний строит кемпер просто на шасси вот такого Мерседеса, да, и это тоже, как правило, автомобиль свой, частный, ну, или там в чьих-то руках. И тогда владелец сидит за рулем. Но при всем при этом, как ни странно, достаточно много людей просто покупает такой автомобиль в собственности и использует его как обычный легковой автомобиль, потому что с точки зрения пользователя он не отличается от обычного легкового, там, Мерседеса с большим дизелем, например, ни по весу, ни по габаритам. Да, и при этом он чертовски удобен, у него просторно. Не, собственно говоря, даже как-то радикально по цене, да, этот автомобиль. Поэтому, ну, скажем, да, там, многодетная семья, или просто семья, где есть там, ну, какие-то дети, или просто человек, который ездит и возит что-то, там, в какие-то путешествия. Девушка любая, легко управится с этим автомобилем без проблем, в нем нет ничего такого, что требует каких-то особых навыков управления, ну, может быть, в первоначале непривычный габарит, да, хотя, как я говорю, габарит у него обычного автомобиля легкового. Ну, наконец-то мы нашли оптимальный женский автомобиль. Ну, наверное, да. Тест водительского сидения. Залезай. И его регулировок. Да. Залез. Ну что, сидение само по себе расположено высоко, ноги низко, такая грузовая посадка, на мой взгляд, удобная. Какие есть регулировки? Есть впереди вращающаяся ручка, круглая, при помощи которой наклон подушки меняется. Это сделано для того, чтобы регулировать подпор вот передней части ног. Есть также большая рукоятка, при помощи которой сидение все целиком опускается вверх и вниз. Вторая вращающаяся ручка регулирует наклон спинки, вот она здесь сзади. По обе стороны сидения есть подлокотники, которые, между прочим, тоже регулируются на разной высоте. То есть для каждого роста свой, и можно убрать, поставить вот так вот вниз или убрать совсем. То же самое справа. С другой стороны сидения, справа, есть ручка, с помощью которой регулируется поясничный подпор. Тоже круглая, вращающаяся, и вот здесь выезжает довольно ощутимая такая... В общем, на мой взгляд, регулировок масса. Ну, естественно, есть регулировка в длину при помощи вот скобы такой снизу. Ну, и само собой регулируется руль. Понятно, что по мерседесской традиции он регулируется в обеих плоскостях. Ну, и посадку можно, на мой взгляд, сделать любую вообще, такую, как нравится. Ну, ты устроился? Да. Теперь я закрою дверь, чтобы ты вот сказал, ничего тебе там не мешает, то есть все тебе удобно. Мне идеально, на мой взгляд. Ну что же, а теперь самая интересная часть нашей программы – тест задних сидений. Ну, ты знаешь, я боюсь, что один я с этим тестом не справлюсь. Мне понадобится минимум еще один такой, как я, и минимум еще пара таких, как ты. Давай, вылезай. Ну что, мне удобно. А как вам? Вполне удобно, точно. Ну, а мне тесновато, потому что я гораздо толще, чем вы. Представляю тогда, как неудобно Игорю. Ничего подобного. Здесь между сидениями есть расстояние, и можно проложить локоть на подлокотник. Совершенно согласен со своим отражением. Ну что ж, я думаю, на этом тест сидений можно считать оконченным и поставить за них твердую пятерку. Согласен. Если мы коснемся вообще истории, ну, как бы грузового или коммерческого отделения компании «Мерседес», то, ну, во-первых, надо сказать, что само грузовое подразделение «Мерседес» называется «Даймлер-Бенц», оно не называется «Мерседес». И, ну, видимо, нашим зрителям известно, что вот это слово «Первый Мерседес» относится только к легковой технике. Да? Серьезно? Да. Но вот, как бы, этот автомобиль попадает тоже, потому что он в категории «Б». А те автомобили, которые выше категории, официально называются «Даймлер-Бенц». Но, неважно, не суть. Смысл в том, что у «Мерседеса» давняя история грузовиков, которая началась еще до войны. И, ну, например, известно, что знаменитый, самый знаменитый грузовик немецкий «Опель-Блиц» являлся ничем иным, как «Мерседесовская разработка», которая потом просто была передана на «Опель». Подожди, «Опель-Блиц» — это, вот, он во время войны, это обычно в фильмах, когда вот идут партизаны, и вдруг видят два грузовика с солдатами. Это вот и есть «Опель-Блиц». Ну, собственно говоря, по сути, можно считать, что у немцев был единый грузовик вот такой общей направленности, как полуторка наша, это «Опель-Блиц». Вот это, на самом деле, «Мерседесовская разработка», которая потом выпускалась на «Опеле». Ну, если коснемся этой истории довоенной, можно также вспомнить, что, например, компания «Мерседес» выпустила первый «Фольксваген-Жук», для примера. И вообще на заводе «Мерседеса» собиралась масса всяких предсерийных машин, которые потом другими брендами были использованы. Вот. Ну, собственно говоря, вот с этого автомобиля, но и до него были грузовики «Мерседесовские». Конечно, «Мерседесовский» грузовик всегда являл собой верх прочности и надежности, и при этом, наверное, даже простоты. Существует коммерческое отдельное подразделение «Мерседес», которое даже мы не можем назвать грузовиком. Скорее, это такие автомобили-трактора или спецназначения, это «Унимок», которые тоже несут, естественно, звезду «Мерседеса» на носу. Это такая крайность, в общем, это скорее вездеход, чем грузовик, но, тем не менее, формально тоже он ездит по дорогам. Надо отметить, что «Мерседес» первым перешел к выпуску бескапотных автомобилей. Самые первые после войны начали ставить кабину над двигателем. Собственно говоря, даже сама конструкция того самого довоенного «Опель Блиц» уже подразумевает то, что мотор уехал достаточно вперед, и кабина наехала на колеса. Это видно хорошо. Поговорим немножко об истории минивэна в компании «Таймлер Бенц». Давай. Началась она в 95-м году с появления автомобиля «Вито». Который, в общем, схематично, идеологически был практически такой же машиной. Спустя несколько лет появилась его более премиальная, более люксовая версия. А дело в том, что «Вито» изначально выпускался скорее как такой фургончик-грузовик или пассажирский автобус, но с минимальным комфортом. Естественно, появился спрос на более комфортабельный такой автомобиль. Появилась версия «Вито» пассажирская, люксовая. Она называлась «Ви-серия» просто. Так повелось у «Мерседеса», что вот эти коммерческие, пассажирские, полугрузовые, грузовые автомобили вот такого уровня обозначаются «Ви-серии». Поэтому все они называются на букву «В». А вино у них есть? Вина нету. Зато производятся они в городе Виктория в Испании. То есть все на букву «Ви». Вот. Ну, а потом сменилось поколение. То, что мы сейчас с тобой видим, то, на чем едем, это как бы автомобиль второго поколения. И вот с этого второго поколения названия разошлись. У коммерческой грузовой техники осталось название «Вито». Ну, и у более простых пассажирских. Отдельно была выделена ветвь от этих премиальных автомобилей. Они получили собственное имя «Виана». Технологически они очень близки, если не сказать одинаково. Существуют с двумя длинами бас и тремя длинами кузова. Из этого набирается, ну, как и у всей коммерческой техники, некоторое количество вариантов, да, и вариаций исполнения автомобиля. Вот. До того, как выпускался первый автомобиль «Вито», ну, то есть, который потом стал «Виана», завод «Мерседеса» в Испании производил не менее знаменитый автомобиль, который назывался «100D». Это такой переднеприводный, с расположенным впереди поперечным мотором. А, квадратный так. Да. Это такой прямоугольный, с плоской мордой автобус, который на самом деле выпускается до сих пор всевозможными компаниями. Он потом выпускался с «Ан Йонгом». Кто его только не выпускал. И чем же закончилась вся эта история? Ну, собственно говоря, закончилась тем автомобилем, на котором мы едем. Ну, я все-таки хотел бы надеяться, что она на нем не закончилась, что она просто временно остановилась. Она, конечно, будет продолжаться, и мы увидим, соответственно, новые какие-то модели, не менее безопасные, такие же комфортные, такие же легковые, независимо от их размера и веса. Кнопочки, фишечки, лампочки. Точно. Рассказывай. Ну, естественно, как и в подавляющем большинстве подобных случаев, все, что видит человек внутри, ну, я имею в виду все приборы, все органы управления, здесь повзаимствованы от серийных легковых машин. За редким исключением можно видеть все то, что видим в обычных «Мерседесах». То есть знакомый щиток с двумя большими кругами и табло посередине. На этом щитке большой спидометр и тахометр, ну, дизельный, разграниченный до 5000, внутри которого бензомер. Других приборов здесь нет. Всякие перегревы и прочие всякие неисправности показываются на дисплее. Любопытно то, что у этого автомобиля есть специфическая кнопка контроля количества масла. Вот она здесь слева на приборном щитке, и нажав ее, можно получить отчет о том, какой уровень масла. Под левой рукой располагается привычный для обладателя «Мерседеса» обращающийся переключатель всего света головного, и не менее привычный для обладателя «Мерседеса» левый подрулевой выключатель, на котором собраны все функции управления дальнего ближнего света, дворников. Ну, в общем, обычная такая тоже для «Мерседеса» деталь. На двери пультик управления передними стеклами, задними открывающимися форточками и зеркалами. Что мы видим справа? Центральная консоль набрана, опять же, из стандартных деталей «Мерседесовских». Здесь управление климатом, две вращающиеся ручки, масса всевозможных кнопок, среди которых есть привычные, а есть специфические для минивэна. Ну, например, вот здесь рециркуляция, да, кондиционер для второго и третьего ряда. Здесь есть также кнопки управления обмывом и дворника заднего стекла, запирание дверей, свет в задней части салона. Ну, то есть масса всяких специфических кнопочек. Интересная вещь, должен заметить, что у этого автомобиля обмыв фар включается отдельной кнопкой, что хорошо, нет лишнего расхода жидкости, она вот здесь под левой рукой. То есть ты моешь фары только тогда, когда это нужно тебе, а не когда машина считает нужным, что неплохо бы вылить на них пол-литра драгоценной этой незамерзающей жидкости. Да, особенно зимой. То есть вот здесь отдельная кнопка, очень удобная, рядом с включательным светом. Ну, вдруг что-то не так, нажал, они обмылись. В нижней части консоли приемник тоже привычный. Ничего здесь нет необычного. Два ряда кнопочек управления и круглые, такие, собранные в круг по четыре кнопки управления приемником. Те же самые кнопки продублированы вот здесь на руле клавишами. То есть функции дублируются вот этих кнопок по краям. Все просто, понятно, никаких загадочных вещей нет. Спасибо тебе, Евгений, за подробный рассказ про кнопочки, фишечки и лампочки. Я думаю, что наши зрители теперь могут найти тут все даже с закрытыми глазами. Отлично. Ну что ж, самое время испытать превосходство полного привода на бескрайних бездорожьях России. Да. Да. Так, и куда мы с тобой поедем? Вот куда глаза глядят? Да, поехали, куда глаза глядят. Ну, поехали. А потом поедем куда-нибудь еще. Не, ну, надо признаться, да, что мы едем по достаточно нормальной дороге. То есть здесь нет какой-то экстрематной грязи, каких-то безумных угабов. Ну, есть нормальный спуск. Всего лишь квадроцикловая трасса, не более того. Ну вот, мы, в общем, можем увидеть в деле две вещи. Во-первых, независимую подвеску этого автомобиля, которая позволяет преодолевать даже вот такие ухабы, достаточно комфортно, на мой взгляд. Да, такие внутри ощущения прям джиперские. Да, точно. Довольно мягко переваливается. Несмотря на то, что ходы подвески у этого автомобиля не очень большие, да, это, конечно, не джип в полной мере. Но у него есть другие плюсы. У него геометрическая проходимость его хорошая обеспечивается тем, что, во-первых, у него нет больших свесов. Впереди и сзади. И, во-вторых, что всё-таки у него достаточно большой дорожный просвет, что позволяет нам, вот, видишь, двигаться по кочкам, пока ни одного даже намёка на касание днищем. Вторая составляющая, конечно, такого вот уверенного движения по таким кочкам, по сельским дорожкам, это его полный привод, который гребёт всё время всеми четырьмя колёсами. В сумме с тяговитым двигателем и автоматической коробкой получается, ну, такой, едва ли не идеальный вариант для того, чтобы быть уверенным, что из каждого места хотя бы пара колёс тебя вытащит. Согласен. Ну, что ещё можно отметить? Какой плюс в движении по бездорожью на вот таком минивене? Мы сидим достаточно близко к передней его части, у нас хороший обзор даже вот на таких крутых, как сейчас, спусках. Да, мы можем видеть очень хорошо, где он начинается, потому что нет длинного капота впереди. Самое главное, мы с тобой выяснили, ведь смотри, мерседесовский внедорожник стоит значительно дороже, правда? Ну, конечно, да, естественно. Вот. При этом он меньше, то есть всякие там полезные грузы ты в него запихнёшь меньше, особенно если ты куда-то ездишь путешествовать. Поэтому для людей, которые хотят иметь мерседесовские внедорожные качества, но при этом возможности как бы микроавтобуса, я считаю, что это просто оптимальный вариант. Я хочу так отметить очень важную вещь, что внедорожник создаётся для плохой дороги не только как автомобиль с полным приводом и хорошей подвеской, но ещё и как автомобиль с очень крепким кузовом, рассчитанным на вот эти перекосы и нагрузки, которые сейчас испытывает наш минивен. Поэтому говорить, ну, в полной мере здесь можно только о том, что иногда выезжать на этом минивене, там, скажем, на пикник куда-то. То есть не ездить постоянно? Ну, конечно, использовать его постоянно на тяжёлом профиле нельзя, потому что кузов просто расшатается, и подвеска эта умрёт раньше, чем нужно. Конечно, он для постоянного внедорожья не рассчитан. Ну, понятно, этого бы нам не хотелось. Но добраться по вот такой подобной раздолбанной дороге до какого-то места пикника, до берега речки, вполне он позволяет при аккуратной, правильной езде. Я считаю, что внедорожные качества у этого автомобиля хорошие. Хорошие и, главное, полезные. Но, конечно, как ты правильно выразился, злоупотреблять им не стоит. Да, абсолютно с тобой согласен. Ну, что же, настала пора подвести итог нашего с тобой обследования этого автомобиля и рассказать о том, что нам понравилось и что нет. Ну, начну с того, что мне понравилось. Мне понравилось то, как этот автомобиль едет, вот весь комплекс езды, то, как он разгоняется, тормозит, как управляется, преодоление неровностей разных, верткость его в стеснённых обстоятельствах и обзорность при этом хорошая. То есть, вот весь комплекс, касающийся того, как он движется, просто пять с плюсом. Очень понравилось то, для чего, собственно говоря, он создан. То есть, наличие большого объёма. Впереди, сзади, простор, в высоту, в ширину. Вот это очень хорошо. Ну, а не понравилось, знакомая по всем Мерседесам история с правым подрулевым переключателем, вернее, с его отсутствием. Дворники включаются на той же ручке, где и поворотники. И для кого-то это привычно. В общем, можно привыкнуть, наверное, но я жду не жадусь, когда уже эта история Мерседеса закончится и появится, наконец, у всех машин. Новая история, в которую войдут Мерседесы с двумя ручками. Вот это было бы великим плюсом, на мой взгляд. Давай я тебе расскажу о своих ощущениях. Значит, по поводу динамики, рулёжки, всё остальное, я с тобой абсолютно полностью согласен. С одним маленьким уточнением. Вот если на нём попытаться стартануть с места, то есть совсем забыть, что он минивэн, то сразу это не получится. То есть, после нажатия педали наступает небольшой такой провальчик, и только потом он начинает разгоняться. То есть, резко тронуться он не позволит. Вот прямо резко, с пробуксовкой. Но зато он позволяет достаточно резко ускоряться в движении. То есть, когда ты уже едешь там 80, то есть резко нажимаете педаль, и уноситесь вообще от возможной опасности, которая на вас надвигается сбоку или ещё откуда-нибудь. Из замеченных недостатков, потому что достоинство ты перечислил, я с ними согласен. Это, пожалуй, некоторое неудобство вылезания из него, потому что как-то, ну, высоковато, и подножка как-то так придумана, что у тебя нога немножко повисает в воздухе, когда ты из него вылезаешь. И ещё, я почему-то всё время штаниной открываю эту крышку бензобака. Ну, такой возможности, конечно, у меня не было ни в одной другой машине. Это, конечно, забавно, интересно, но, наверное, это не нужно. Да, такая несуразность, согласен. Ну, в общем, это мелочь, конечно, по сравнению с его плюсами. Плюс у него очень мощный, перевешивают, по-моему, любые минусы, которые здесь смогли бы найти даже очень пытливые автомобильные журналисты. Ну, а, конечно, всё, что вы только что услышали об этом автомобиле, это наше с Игорем частное мнение. А вы, само собой, составите о нём своё.